Манчжурия За последнее время она успела стать местной звездой. Ее выбрали делегатом для участия в только что завершившемся 19 съезде КПК. Ее задача на сегодня проверить вместе со служивцами этот поезд. Наверное, никто особо не вдается в подробности пограничного досмотра. На самом деле, наша работа требует знаний во многих областях. Мы должны разбираться в географии, хорошо владеть компьютером, знать законы и уметь изучать свидетельские показания. Это только с виду, в проверке паспорта нет ничего особенного. Контролерам в этом вопросе предъявляет много требований. Хорошо, что начальник Ян здесь. У нее немецкий паспорт, виза тоже немецкая. А это паспорт гражданина Российской Федерации. За многие годы на низовой работе Ян Чуньян так хорошо натренировала глаза, что теперь без всяких приборов и программ может отличить 260 с лишним видов паспортов из 80 стран и определить подлинность свыше 400 видов виз. В основном к нам прибывают люди из 100 с лишним стран. У них у всех разные паспорта. К тому же есть паспорта разных образцов. Например, паспорта, которые выдавались в Китае в 95 и 97 годах. Они тоже разные. Всего больше 400 видов. На самом деле это не так много. Конечно, одними глазами здесь не обойдешься. Данные паспортов необходимо заносить в компьютер. Но и на этом работа контролера не заканчивается. Я уже 14 лет несу пограничную службу. Сегодня я отвечаю за проверку паспортов и других документов. Чтобы не допустить упущения при осмотре, мы должны полностью проверять поезда, каждый уголок вагонов и туалетов. Спасибо. До свидания. До свидания. Традиционный поезд уже не единственный вариант для тех, кому нужно съездить за границу. На вопрос, каковы перспективы китайско-российского экспресса в условиях конкуренции с воздушным и автотранспортом, у Ян Чуньянь есть свой ответ. В наши дни все меньше и меньше людей предпочитают поезда. В работе мы тоже частенько задаемся вопросом, а может нам стоит отменить этот экспресс? Но если успокоиться и подумать, то мы ведь так давно работаем для наших пассажиров. После этого все единогласно говорят, что отменять поезд нельзя. Приведу вам пример. Не так давно, когда я контролировала китайско-российский поезд, один китайский гражданин во время путешествия в Россию получил травму. Этот человек не мог двигаться, поэтому на машине ехать ему было неудобно, на самолете тем более. Поэтому его пришлось везти домой на этом поезде. В тот момент с ним рядом всегда находился русский проводник. Именно тогда я поняла, что поезда, во-первых, очень важны, а во-вторых, во время таких поездов и русская и китайская сторона предоставляют очень качественное обслуживание. Продолжение следует...